Такое видео о массовом заболевании крупнорогатого скота завирусилось на просторах интернета. Неужели по всей стране распространилась вспышка такого заболевания, как ящер или сибирская язва среди домашних животных? Мониторинговые исследования, которые мы направляем в Ставрополь, Владимир, в том числе и исследования животных на носительство возбудителя ящера, на другие инфекционные заболевания и мелкого рогатого скота, практически ни одного подтвержденного случая из этих референтных лабораторий не поступало. За последние годы в регионе крупных вспышек заболеваний среди домашнего скота также не выявлено, благодаря своевременной плановой вакцинации. Ее специалисты стараются проводить во всех КФХ региона в осенне-зимний период. Все необходимые препараты есть в наличии. Запланированы и проводятся различные виды вакцинации, как крупного рогатого скота, так и мелкого рогатого скота, в том числе и лошадей, которые защищают этих животных от различных инфекций. Это вакцинация против сибирской язвы, инфизиоматозного карбункула, вакцинация животных против бешенства и ящера. Эти вакцинации в сельских поселениях, частно практикующими врачами в этих сельских поселениях, которые обслуживают население, проводились и проводятся. Сегодня, можно сказать, квартальные исследования и квартальные диагностические исследования и вакцинации животных на конец декабря, вот сейчас переходящий период был на январь месяц, эти вакцинации мы завершаем, в некоторых случаях даже завершили. Ну а вдруг мясо зараженного животного попадет на прилавок? Вирус ящера, к примеру, передается человеку через мясомолочные продукты и вызывает сильную интоксикацию организма, высокую температуру и зуд. При внедрении возбудителя сибирской язвы может развиться генерализованная инфекция. Во избежание таких ситуаций ежедневно сотрудники республиканской лаборатории Вецанэкспертизы проводят проверку мясной продукции, выставляемой на продажу. Вся поступаемая продукция, вы допускаете реализацию при наличии сопроводительных документов, а такими является у нас сейчас система Меркурий, вот по этой системе мы работаем с отправками. А так после этого проводим отбор проб, печень, субпродуктов, мясо, говядину, отбираем, если есть показания, дальше уже проводим в лаборатории. Без предварительной проверки и нужной справки о том, что мясная продукция надлежащего качества, ее не продают. Об этом говорят и сами покупатели. Дух толхахан аштхандариус. Отобранные с каждой туши куски мяса исследуются в государственной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы. Их по всей республике восемь. Есть они в Назране и Кажево-Малгабеке. Своя точка находится и на Сунжинском рынке. Специалисты, которые здесь работают, проводят тщательный ветеринарно-санитарный контроль за той продукцией, которая реализуется ежедневный контроль. И если будут какие-то отдельные эпизоды, мы соответственно будем реагировать на все это и постараемся не допускать заболевания, распространения этих заболеваний. При обнаружении зараженной мясной продукции ее тут же снимают с продажи. И эту работу специалисты проводят регулярно. При любом подозрении они также советуют подвергать мясомолочные товары ветеринарной экспертизе. Дана Плиева, Акромат Досхоев, Новости 24.